В Абзаково состоялось очередное заседание правления Челябинской областной общественной организации и Ассоциации работодателей, союз промышленников и предпринимателей. В нем приняли участие представители аппарата губернатора, прокуратуры области, управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования, топ-менеджмент Магнитогорского металлургического комбината и другие. Основной темой мероприятия стала экология. Подробности далее. Год экологии в России стал поводом говорить об охране окружающей среды на всех уровнях. Так, губернатор Челябинской области Борис Дубровский на заседании Госсовета по экологии анонсировал разработку новой системы контроля за атмосферными выбросами крупных промышленных предприятий региона. Суть в том, что Министерство экологии области определяет предельно допустимое количество вредных веществ, которые предприятию позволено выбросить в атмосферу. Соответствующие изменения в федеральное законодательство будут приняты до 1 октября 2017 года. Пока эта инициатива – предмет жарких споров владельцев самих промышленных компаний и экологов. Многие считают, что новшество должно повлечь за собой и изменения в способе мониторинга загрязнения воздуха. Как бы то ни было, Магнитогорск может принять эту инициативу спокойно, поскольку Магнитогорский металлургический комбинат вкладывает солидные деньги в природоохранную деятельность. По словам генерального директора предприятия Павла Шиляева, с 1989 года ММК сократил выбросы в окружающую среду более чем в 4 раза. В 2015 году в группе компании ММК была разработана стратегия развития до 2025 года, в рамках которой была сформулирована инициатива под названием «Чистый город». Согласно ей, в ближайшие годы уровень выбросов в окружающую среду будет все ниже и ниже. Существующий коэффициент загрязнения атмосферы планируется снизить с 15 до 5. На это планируется потратить более 30 миллиардов рублей. Путь один – это путь развития, переход на наилучшие доступные технологии, модернизация, реконструкция. То, что, собственно говоря, требует сегодняшний день, требует развития передового предприятия. Серьезный рывок в снижении выбросов произойдет после ввода в строй в 2019 году новой аглофабрики, рассчитанной на производство 5 миллионов тонн агломерата в год, добавил Павел Владимирович. Старое производство соответствующей мощности будет выведено из строя. Недавно введенная сероулавливающая установка аглоцеха, система аспирации шестой доменной печи, система газоочистки конвертерного цеха уже позволяют дышать жителям Магнитогорска более глубоко. Увы, не все предприятия области способны инвестировать большие средства в модернизацию. На съезде промышленников и предпринимателей прозвучала мысль, что было бы неплохо ввести преференции для компаний, которые вкладываются в защиту окружающей среды, уменьшить экологический сбор на сумму этих вложений или ввести налоговое послабление. Так было во времена СССР, и этот принцип, кстати, действует и в развитых странах мира. Нужно находить какие-то разумные подходы, компромиссы, включая еще дологовые преференции, но и с одной стороны, а с другой, должны быть понятные правила на много лет, которые позволят в том числе и бизнесу выстроить свою какую-то политику долгосрочную, которая должна привести к тому, что экология у нас будет хорошая и жить у нас будет комфортно. В завершении заседания наградили журналистов, победителей и призеров конкурса на призы Союза промышленников и предпринимателей региона. Конкурс проводился во второй раз. В общей сложности на конкурс было подано 45 заявок. Выбор был сделан, было делать сложно. Мы целые, наверное, два часа спорили, говорили, предлагали свои аргументации в пользу того или иного кандидата. Но, тем не менее, выбор сделан и от имени СПП хочу поблагодарить всех журналистов. За активное освещение проблемы и перспектив экономического развития Челябинской области телекомпания ТВИН получила диплом второй степени в номинации «Лучшее средство массовой информации». Награду принял директор телекомпании Александр Власюк. Также была отмечена журналист ТВИН Татьяна Зайцева. Она получила диплом третьей степени в номинации «Лучшая авторская работа».